прожила, а потом этот продукт. И когда я попробовала, за неделю поняла, что этот продукт шикарно работает. И мне интересен был сам продукт. Но, когда человек в бизнесе, и я продавец, понимаешь? Но я никогда, я только смогу продать то, что я люблю сама, от чего я сама обалдею. И когда я за неделю поняла, что ничего себе, да, во-первых, при химках, они неправильно, вот это питание, все попало, как попало, да, и я набрала килограммы. И это, конечно, раздражало. Представляешь, открываешь шкаф, а у тебя не один шкаф, и ты там, и там, и все у тебя маленькое. То не подходит, то маленькое, то это направлено. Но это тоже не сам фактор, да. Уже пошел процесс на выживание. И вот, когда я первые делала выводы, да, у меня слезы накатывались от того, что вот как продукт классно меня на плаву стал держать. Потому что одевается в коручок, ездит, и все. И вот только-только продукт. Потом сама компания, потом уже Любовина, потом начали развиваться. И я никак не могла понять, понимаешь, с 91-го года на рынке, я не могу понять, ну как это, ни одна компания выплаты не делает такие, как Куликова, да. Тут уже стало интереснее. Ну, полностью перетащить от моего любимого продукта не смогли, но как-то пошло-поехало. И все, и потом, рассказывая, все делает рекламу. Первое движение – это реклама. Рассказывать, рассказывать, рассказывать. Первые, которые не услышали, это были родные люди. Это было ужасно обидно, аж почему они тебя не слышат. Ну, ничего страшного. Даже поссорились и так. Потом помирились, знаете. Ну, а вот сейчас я буду делать свое. Ну, а деньги кому они сегодня не нужны. Второй фактор, который меня сильно побудил, у меня муж был в шоке. Он говорит, тебе что, мало твоей работы? А я еще за маму укаживала, да. Вот. И я говорю, Эдик, единственный пассивный доход. Девочки, что это вообще шикарно. Я всегда говорила, и я тем девчонкам, которые не мобильные, а которые зависят от транспорта, да, или от своих мужей. Мне надо подключиться. Батарейка моя. Они, я их хотела всех делать, знаете. Я не себя в бизнес-то потащила. Я такая обалдела продуктом. Поедала его, пожирала, повысила сразу на Даймонда. Получила, заплатила свои 2400, получила продукт, кушаю дальше. Поставила во вторую ножку дочку и кушаю дальше. Надо молодежь. Надо, кто любит интернет, кто любит дочку. У меня три дочери, кстати, девочки. Тоже три красавицы. Мама-героиня. Я уже шикарно с бабушкой. Не только мама-героиня. И богатый. Богатый. Да, и потом, когда, честно сказать, когда продукт начал, я потому что подумала, ну как же так, я же не эгоистка, да. Я сейчас поставлю себя на ноги, да. Я стала чувствовать во-во-во-во, и стали килограммы уходить. А потом думаю, так, девочек, у меня дочка с аллергиями, этот стой, со стой. И вот сейчас на презентацию тоже ему говорила, понимаешь, вот этот весь продукт, а он дополняется, дополняется, дополняется. И еще продукт от дефицитов. Поэтому на рынке очень легко быть продуктом, который, как бы тебе сказать, не у всех. Или нету аналога. И вот тут быстро сработало, да. Потому что, когда ты продукты нету аналога, да, тебе есть, как бы зашиковать. Сказать, смотри, вот это капсула, это все жидкая форма, бутылки, это мы все проели, пропили, это вообще нам как снег вчерашнего дня. А сегодня приходит, это, да, на клеточном питании. Что это такое? Я стала больше решешивать, конечно. Ну и по продажам я вообще биратор, я гладильные, ну, такие массажные кушетки продаю, да, и это здоровье тоже мое. Все это быстро сопоставил, отделилась, ушла от этого, ну, предпринимателя, где я сама два года назад. Почему? Потому что он не захотел продукт взять, а мне все больше и больше. Чем больше я его познавала, тем больше меня кайфовало. Скажи, пожалуйста. Потом у нас же форум был. Вот это тоже делать хорошо. Я, когда первая презентация была в Дюссельдорфе и приехал с Дюссельдорфом, я думаю, боже мой. Ну, честно сказать, когда живешь в Европе, и думаешь, что в Европе все круче. Потому что Россия так практически, я-то отошла от нее, я и не выезжала туда, и не выходила. И мне казалось, у нас тут, видимо, одна компания, в которой работала крутая, другая, думаешь, и что там Москва? Москва, думаю, обыхает. И когда Люба настояла, чтобы я поехала, полетели мы с мужем на пятилетие, вот, пятилетие компании, потому что от события к событию, как Ульяков говорит, да, сказать мне так, мы туда еще вылетели, такой ажиотаж, такое это, мы четыре дня так хорошо провели, первый день события, второй день событий, и я так, вот статус, то есть для меня был сильно важен вот этот статус. Я тогда, я дико сказала мужу, говорю, знаешь, что, все совпадает. Продукт бомба, просто, я ему говорю, это бабла, просто бабла, перепал как-то, да, а денежки, все нормально совпадает, централи солидные, ой, какие люди, нет, Валентина, 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 да, только я москву вспомнила, и Валя, вот так, так что вот так, и там, ой, ой, Валя, есть ли у вас такие, вот такой опыт, что продукт купили, начали кушать, и говорят, не работает? Конечно. Конечно, да? И что вы им отвечаете? Это нормально, девчонки, вот представьте, а что они работают? Не работает, я, например, отвечаю всегда только так, а он и десет, он не работает только у того, у кого он в шкафу лежит, другого фактора нет, нет, девочки, это все неправда, если тебе человек говорит, продукт не работает, вот смотри, у меня заходит наш, вот женщина, да, в сарстве, ну, я с ней коммуницирую, она уже в чечню переехала, я пытаюсь, чтобы она там развивалась, она говорит, ты знаешь, Ларина, вот, по-моему, он не работает, я говорю, скажи честно, ты вообще начинал хоть кушать? Она говорит, нет, а как ты хочешь мне сказать, что продукт не работает? Если он у тебя в шкафу пролежал, но если, извини меня, для тебя 600 лоруси сегодня нет, и ты не можешь получиться, таблетки принесаешь, дальше таблетки пьет, то есть свой стиль, стиль вот этого, да, образа жизни не меняет, говорит, что у нее страшные мигрени, при том, когда у нее заловка, шикарные результаты у меня, вот, и скида, и поэтому, как я могу на нее ориентироваться, что продукт не работает? Открытым текстом, ты знаешь, я сегодня не стесняюсь, продукт работает, и он еще так работает, что обалденно быстро работает. Я вот сейчас, да, оставила там, смотри, мужчина взял, этот наш GTS, вот так держит и говорит, о, это наш Energy, ну, Energy, знаете, вот этот напиток, да, страшно с сахаром, только страшно подумать, что там печень творить, когда мы его пьем, то есть я вообще его не пью, это даже не обсуждать, колу я, это не мое, все такое, да, то есть фильтрованная вода, ну, как больше, больше я вообще люблю такие продукты натуральные. И я говорю, видишь, как ты быстро, говорю, Андрея, поймал эту мысль, я говорю, вот теперь смотри, либо наш GTS, и ты, фу, на волне, да, в своем там теле, или же ты попиваешь вот эту Energy, бомбишь свою печень, то есть, сразу в еду, вот туда-сюда, туда-сюда, вот чтобы это излечить, надо сюда прийти, потому что сам уже продукт говорит, что надо, а он говорит, ну все, я понял, ну да, конечно, тогда вот такие витамины у нас крутые, я говорю, конечно, мы не крутые, надо по часам все-таки принимать, конечно, все равно, если ты изначально, понимаешь, когда ты кушаешь, как попало, идут сбои, там же все, эндокринная система, там поджелудочная, там это самое, да, и кровь очищения, и каждый орган работает, как бы, по часам, а если ты сбой дала, ну все, батарейка закончилась, сил нету, и, пожалуйста, снова таблицу эту. Так что вот эти вот часы, да, первое время, я потом говорю, вы сами потом уже кушаете, вот ты, например, знаешь, что тебе с утра лучше организма, да, что тебе вечером подать, и все так же, и он знает, зачем я ему буду в Мельс с утра подавать, если я лучше Альфа дам, почищу холод, понимаешь, зачем я буду Норр подавать ему до еды, если надо это все переварить после еды, и у нас, у нас, знаешь, какие потом даже сперва негативные такие результаты, пару штук у меня вышло, ну тогда как бы не знаю, по незнанию я не отбыл этого опыта. У меня подружка начала кушать, потом перестала, а она с Финляндией. Она говорит, Арина, ты что, издеваешься, ты что мне там вообще предложила? Я хочу похудеть, как ты говоришь, ты уже свои 10 килограмм, 11 скинула, а я набираю. А я, я ищу туда, ну как же так, все же работает, я говорю, что-то не то, да, Азнана говорит, что-то не то, она говорит, а как не то, кушать сама. Ну ладно, кушай-то, кушай. Потом, когда уже время прошло, я-то ем, я-то расширяю свою, эту группу, все, теперь выходим на свадьбу, и у нее депрессион, она потеряла сестру, да, и когда мы связываемся, она говорит, ты знаешь, так жалко, что я тогда не, ну не услышала тебя. Почему? Потому что организм-то начал работать, ему надо было устаканиться, ему надо было войти в свой ритм, а она, вот знаешь, когда бегун бежит, надо 45 минут, чтобы распотеть, ну пропотеть, чтобы потом начало выделение. 10 минут ты пробежала, 15, говоришь, ой, я что-то не потею, остановлюсь-ка я. Не идет, никто не делать, ни один спортсмен. Если ты хочешь до цели добежать, ты бежишь какое-то время, и это, все, ты не прекращаешь. Так же наш организм, он только почувствовал, пошел, пошел, ты ему бац, не дам больше. А как он тебе результат может дать? Понимаешь? И вот сейчас она поедает, счастливая, довольная. Ларина, так вы на сколько ориентируете человека, чтобы он почувствовал результат? Я всегда говорю, три месяца, дайте себе. Потому что, какой продукт, когда работаешь? Смотри, из практики, из практики. Вот, например, Аль, даем девочке, но и берметис. Месяц пачка, да? Не знаю, неделька прошла, подружка дочке говорит, все, что мы перепробовали, не работало. Мереке, не мереке, какие компании только мы не проели. Да? Но только кортизон. Теперь она пару конфет съела, и у нее начало шупаться, уходить вот эти пятна, вот эти, чистаться перестало. И потом она говорит, ну, это же вообще уникально. То есть, есть быстро, а есть медленно. И поэтому по ушам, мы, смотрите, мы абсолютно разные. Мы, как бы, строение, да, все одинаково, но мы ужасно разные. Как с виду, так изнутри, потому что и по возрасту, да, это все те факторы, которые надо учитывать, девочки. Возрастные факторы. Марин, вы норм после еды рекомендуете? Только после еды. Потому что потом, когда я уже на корабле, и там с одним, и с другим, потом у нас такая была там надя в системе, я к ней подошла, помню, но у меня судороги еще, знаете, мучились сильно после моих этих химок и бештрайлингов, ну, это облучение. Я все искала, какой продукт больше поедать, чтобы у меня эти судороги уже не мучили. Ну, и я к ней подхожу, и она говорит, ты знаешь, ты мало Мэльс кушаешь. Я так засмеялась, я говорю, да, а серьезно, почему я, слайд, стоп, вот это все поедаю? А Мэльс, он же основной продукт чистки, и я, получая его, сразу давала другим, кто там входил, да, чтобы начинали, а не скорее свою программу. И получалось, я Мэльс никогда не протягивала три месяца. А любые диатологи делают программу, на похудение, на восстановление, 90 дней. Я не знаю, как у вас, у нас врачи всегда говорят, чтобы эта программа прошла, 90 дней надо. Я потом говорю, если вы уже денежку вклали, вы же его купили, чтобы увидеть результат, ну, тогда уже берите на столько, вот 90 дней. Я никогда не давила на большие пакеты, никогда. потому что... Потому что... А какие? 200, там, 400, 600, и потом я уже наращивала, да, то есть я беру, зайдите, попробуйте. Я скажу так, я приехала в жизнь, я смотрю возраст, смотрю его желание, смотрю его это, и я не люблю, ну, вообще-то мой, это мой сильный принцип. Если я раз зашла в контакт с человеком, я должна остаться навсегда. И какой смысл меня затягивать и убеждать, если она не готова или он. Поэтому я говорю, если ты готов или готова, да, поедай, давай попробуем. Потому что я сама так зашла, я говорю, я зашла на 400, когда начала продукт набирать в корзинку, я как сейчас помню с дочерью в полдесятого ночи, а она говорит, мам, ты куда-то, 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 ты уже там уже много. Знаешь, как в магазин заходишь голодный и накидываешь. Ну, покупаешь. И думаешь, боже мой, я пошел домой, думаешь, зачем ты это купил? С голоду глаза купили. А если ты заходишь такой сытый, довольный, ты такой. И еще по списку. Самое интересное, когда по списку. Ты точно берешь только то, что надо взять. Вот. И вот такое, когда ты болеешь или когда тебе чего-то не хватает и ты упадоксил, даже не надо сильный болезнь задевать, как раковые скажут. И ты ищешь что-то и думаешь, вот это бы еще, и вот это бы еще. А этот предложил, и это попробую. Вот. И он все перерабатывает, перерабатывает. И все, и результат. Я тогда сказала, что я сказала, Оксанчик, давай так, дай мне недельку, она мне ставила пару коробочек. Недельку я поела. Я проэкспериментировала, девочки, наши продукты на любых факторах. Это маму сняла. В 88 лет она у меня ушла из жизни в том году. Я ее три года кормила. Вместо шести таблеток только нашли конфетки. И немного. Четыре-пять. Это норм. Нормализовала яйца. Сахар убрала яйца. Сняла кунцеллина. Это альп, потому что кровь, да? Это слайд и кровь. Слайд, потому что, ну, кости, да? Хрящевая ткань. А в слайде вообще шикарный потенциал хрящевой ткани. Потому что там же вот это идет тофель крали, да? Тофель крали, это вот эта звездочка такая. Ну, она на немецком мягче звучит, а на русском я теперь сейчас ее не помню. Ну, когда в слайд зайдете, увидите такая, как хрящинка ее где-то с океана достает. Вот она большая, большая помощница. И это все ты узнаешь под суставом. Если я свои три этажа вверх не сбегаю, а мне надо было минимум пять раз в день туда-сюда, туда-сюда, то обед поставить, то завтрак поставить, то свешим, ну, так сказать, еще водичку подать, да? И ты сразу это чувствуешь. Ноги усыпаешь. И падаешь. Поэтому, ну, как? Поэтому все-все-все подняется в сравнении. Если человек понял, идем дальше. Если не понял, я всегда говорю так, зашли мы в магазин, идем дальше. Вот как мы трое друг друга видим, мы зашли сейчас вместе в один магазин, и каждый пойдет в свое направление. Да? Это хоть одежда, хоть питание. потому что ты пойдешь, например, взять помидор, а я возьму огурец, а кто-то побежит брать сыр, потому что он его любит. Ну, вот тут точно так же. Поэтому надо догадать... Не расслышала? Не берете людей? Не берете людей? Молодные контакты. Что надо делать, как только вы натренируетесь заговорить. Вот смотри, только подсознание. Все делать подсознание. Если ты идешь, вот как ты сейчас, ну, ты просто красавица, ты улыбаешься. Вот твое лицо и подошла бы сейчас ко мне и сказала Ларинка, смотри, у меня вот такая прелесть, хочешь попробовать? Я взяла. Потому что вот это вот, да, уже передачи твоей вот этой улыбки, твоей приятности ты их даешь, и я... А почему бы нет? Ну, ты же не говоришь, мне купи у меня. Мы не на базаре. Мы ничего не продаем. А ты предлагаешь, пробуй. Я кушаю, прикинь, у меня от этого вот это. И всегда говорить, я кушаю. Поэтому многие говорили в начале, ну, давай, я зайду, кушать не буду, ну, продавать буду. Я говорю, забудь. Ты въешь. Как ты хочешь, ну, как ты хочешь по бандоре рассказать, что он прекрасен, если ты его не поела и не вкусила его вкус или полезность не поняла. Это же смешно. Не получается, это не идет. Не идет. Это и в продажах не идет. И в витаминах какая бы разница не была. Я не могу продать пылесос, если я сама от него не балдею. Понимаешь? Я не могу продать другое, если я имею это. И вот, вот на все. Лариночка, вот дала попробовать, когда возвращаешься к нему? Дала попробовать, и через 2-3 дня прозваниваю. Прозваниваю. Как понравилось, что там это. Вот взяла, я прямо, ну, я сейчас приготовила, применилась по WhatsApp, очень удобно. И девки смеются надавно, девчонки. Я говорю, так, болтушку наговорю. И я не с ними созваниваюсь, потому что физически время не хватит. Я все на балаболочку. Я раз в WhatsApp приняла, поменялась с контактами и говорю, сколько тебе надо? Ну, 2-3 дня дай. Проговорила. Потом мне надо же состыковывать. Раньше мы терминировали, да. И мы, у нас было такое правило. Мы в своих этих листочках указывали, спрашивали, когда можно позвонить вам? Какое время дня? Ну, вот дня с утра, в обед или вечером? А сегодня это очень много. И я не могу сказать, когда это. Я тогда говорю, контакты поменялся, все. На болтушку наговорила, например, год дала этой Шарлотты. Говорю, Шарлотт, ну, что, как там Лариса? Все. Она мне отвечает, болтушки. Ларина пробует. Все. Сейчас мы будем наблюдать, смотреть сюда-сюда. Ну, сколько ей надо? Ну, недельку дай. Окей. Потому что она 2 дня поела Мэльс. Да, и вроде говорит, ничего себе, как от него в туалет беру. Представь. Сколько дают на угощение? Три? Мночь. И, видишь, я немножко могу сейчас уже пошикарнее дать, да? Я даю, естественно, пластинки или отрезаю от того-того-того. Я вижу по ситуации. Если человек не хочет, да, ну, зачем я ему дам? Они ему пользу не принесут и это. Если человек вот заинтересован, да, и как здоровье, у ней там рак кожи, да, у ней там сахар до 600 зашкаливает, а 600 это много, девчонки, знаешь? И все эти факторы, я ей потом говорю, ну, вот тебе пластинка того, вот тебе пластинка того, вот тебе пластинка того. Неделя у тебя есть? Минимум. Потому что норм там чаще надо будет, ей 2 раз, 3 раз. Теперь, а в субботу она приехала, а у меня уже купила, чтобы свой не ждать. Ну, взяла, то есть не купила, взяла и говорит это, тебе нельзя, потому что есть как норм, ты никогда не увидишь результат по сахару, если ты прекратишь. А он говорит, как ларинка? Я думала, одно, я думаю, тебе надо 2, 3, после еды 2, 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 и опять, альт, например, эмэльс, мы же для взрослых 2 даем, теперь ты даешь кому-то, эмэльс одну, к примеру, ты говоришь, нет, вот скупой платит дважды, поверьте, девочки, вот как аукнется, так и окликнется, вкладываешь, получаешь, когда Оксанка оставила мне пару пачек, я думала, я говорю, Оксана, ладно, когда я получу, я тебе отдам, я понимала, что дорого же, на который, успокойся, мне не надо отдавать, мне за мою главную систему заходи, но она тащила меня на бизнес, да, поэтому я говорю, ну, хорошо, окей, давай, так сделаем, а другой же скептишь думает, о, поможет, не поможет, денежку отдам, а вдруг не сработает, да, потом я говорю, попробуй, а потом мы поговорим, и мэльс очень хорошо срабатывает, очень хорошо, но ребенку один хватает, а взрослому два надо, понимаешь, чтобы пищеварение вот это заработало, чтобы кишка оттрунулась, вот эта грязь пошла, потом паразит, вот эти паразитарные, визитарные, да, ой, я, когда первый раз увидела видео, я думаю, ну, что-то какая-то вообще фантастика, ну, как могут с ушей идти паразиты, потом мы тоже, мы же делали, как презентации, 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 вот эти, ну, их называем, как и вы, ББС, вот эти маленькие, бизнес-презентации, и с одной женщиной я столкнулась, она говорит, ты знаешь, сколько паразитов нас едят? Во всех ушибах, переломах, они там внизуются, потом эта книжечка появилась, потом, ого, да, то есть паразиту надо толчок, ему надо что-то невкусное подать, вот смотришь на Мэльс, ты видишь, все интюмы классные, дегеренты, ба, обалденный, а вот паразиту, вот который сидит у нас, ему это невкусно, абсолютно не по кайфуру, и на одну из презентаций пришел человек, муж с женой пришли, я как сейчас их запомнила, ну, имя Артура легко запомнить, потому что у меня брат Артур, он пришел, говорит, так, девочки, все с вами хорошо, но, что-то ваш Мэльс не дает мне спать, я не могу до двух часов ночи уснуть, а рано мне утром на работу, ну, девки, как все, ха-ха-хихи, нам похохотали, говорит, ну, что, а что, давай, релаксик, Мэльс и релакс вместе, потому что, кто уже это прошел, мы же умны, и вот так друг другу подсказывают, через пару недель он приходит, мы говорим, ну, что, Артур, как работает, он говорит, прекрасно, две ночи я, на вторую ночь я не понял, я Мэль взял, релакс взял, ну, я все равно не мог уснуть, одну, вот, потому что он принял, он ничего не может, как понять, неужели вот эта конфетка, сосулька какая-то, да, и бессонная ночь, а паразиты, все, да, применился, все, так же это, например, если вы берете, девчонкам даете, или кому-то проблемные вот эти ситуации, у меня сейчас человек был, брал, у него вообще, практически желудка нет, рак желудка, и он говорит, я что только не перепробовал, ну, вот, еще себе шанс дает, вот мы с ним пообщались, жена так и не стала кушать, с аллергией мучается, я к ней приехала, подружка ее посоветовала, она, знаешь, в одно ухо залетела, в другое вылетела, но это же ее здоровье, не мое, да, поэтому это нормально, на это даже не надо бежать, ну, и все, поэтому, если человек гоняется за здоровьем, это самое прекрасное, а сколько мы знаем, семьи, которые, семь человек в семье, и настолько поправили здоровье, что балдеют от этого, и, да, ну, если я много-много, мы завозили потом сами, через меня очень много клиентов прошли, которые по продукту, и Канада, и все, здесь родственники, здесь тиши, ну, как, удобнее закупать, и поэтому, мы сюда доставляли, они отсюда забирали, в общем-то, как раз, поэтому, столько много прошло результативников, да, я никогда, никогда не интересовалась, или не, да, что, что они зарабатывают, это очень, интересно, я всегда говорю, каждый зарабатывает только то, на что он время тратит, ну, сколько времени инвестируется, потому что любой бизнес, это время, это движение, это старание, да, поэтому я не могу по ушам спрашивать, это мне интересно, а вот когда заходили, и продукт, от этого, вот это кайф, вот это драйв, моя, я, как бы, не знаю, моя миссия такая, что, я сказала, что, чем больше я донесу до потребителя, тем больше я, вот, полдень, хочется съем здоровья, 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 вы теленаправленно идете знакомиться, или просто по своим делам ходите? Везде, в дочери на день рождения пришли девочки, я найду моментик, когда я с ними заговорю, они уже, мои дети уже обижаются, но мне все равно, почему, потому что шансы дается один раз, мне все равно, запомните, да, вот знаете, девочки, вот когда приехали, вот приезжают в другую страну, я никогда не забуду, я немка, представляешь, ну, год я родилась в Киргизии, приехала сюда девчонка 24 года, молодой мама с тремя девочками, все нормально, но я же немка, я приехала к себе на родину, и я два года не разговариваю на своем родном языке, я стесняюсь, что делает мой муж, есть такое слово Игаль, ему даже кличку дали Игаль, вначале мы так смеялись, пока мы эти хаймы все прошли, и он такой, когда что-то не понимал, он всегда говорил, а Игаль, я говорю, Эдик, куда ты пошел, ты же не можешь, да, я там папу тащу на переводе, с девочеком, а он, а мне Игаль, и так, друзья там, прозвали Игаль, но это Игаль помогло ему настолько быстро разговориться, настолько, да, ему даже шпрахи практически, ну, жибли, он уже язык, дрррррр, а, и вот так, как в языковом, так и в бизнесе, если ты комплексуешь, если ты комплексуешь, значит, ты не уверен, а если ты не уверен, значит, продукт не работает, тогда, извините, зачем мне у тебя продукт покупать, если я изначально вижу, что ты сама не уверена в нем, поэтому продукт надо знать так, ночь у тебя в три часа поднимут, и ты трррррр, все о нем расскажешь, все прелести, так забалдеешь, как у меня дочь говорит, если ты зимой снег продашь, значит, класс, значит, точно хорошо. классический хороший продавец. Да, да, Ларина, хотела... Я говорю, это нечестно. Хотела еще спросить... Ларина, у нас уже знаешь, сколько человек набежало к нам? Да, по поводу сахарного диабета... Я даже еще не только написала, 15 человек нас тут набежало. Ларина, Ларина, да, хотела по поводу сахарного диабета спросить. Да. С инсулина маму сняла. Сколько мама была на инсулине времени? Ой, долго. Долго это сколько? Сейчас я тебе скажу. Так, 10 лет, 11 лет она у меня прожила. Да, года... Лет 7. Лет 7. 7 лет. И как быстро удалось снять ее с инсулина? Быстро хорошая забываете, да? Нет, 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 я просто хочу сейчас, смотри, я хочу просто так, вот уже люди много сидят на инсулине, да? У нее было 50, ой, 500-ка, потом тысячную таблетку. Это большая порция, утром и вечером, утром и вечером. Девочки, еще возьмите обязательно внимание, по инсулину, очень важно знать, инсулин у нас разный. Есть, люди колят инсулин, один инсулин, только порция. усиленный есть, да. Да, вот, например, у моей мамы был случай, что 30 я колола утром, 24 вечером, 30, 24, 34. И отслеживала, как только питание, там, сладкое и так далее, повышал, то есть я немножко, как бы, добавляла, согласовывала с врачом. А здесь уже просто стабильно пошло, пошло, пошло. И с инсулина я вообще в жизни думала, что я могу ее снять. Поэтому говорю, если девчонки не наш продукт. Вот я думаю, ну как, ну я как бы не могу сама решать судьбу, да, ее. Я врачу, а врач русскоязычный. И когда Смирнов пришел, я ему говорю, он смотрит, у меня конфетки лежат. А я же тоже еще сама не уверена. Я ему говорю, доктор Смирнов, вот смотрите, можно я вот попробую вот так, вместо инсулина, вот это, вот это. А мама у меня вообще такая молодчинка была, она полностью мне доверяла, да. И он говорит, Фрэнс, а что мы теряем? Да попробуйте. Потому что на одном из ББС женщина, девчонки умывалась слезами, плакала от радости, как классно она уходит от инсулина. Айс норм, айс норм, ну и чистка, естественно, альтмальс. И меня это так забило, мне так это интересно, стало, неужели моя мама, она всегда говорит, Лора, ну когда это кончится, что ты меня колешь? Я уже весь живот и ляжки переколола, все. Я говорю, мама, это как наркотики, подсела, все уже, такие, уху, да, не надо было нам с тобой соглашаться, нам надо было дальше бороться и немножко придерживаться с питанием. Я же много в дороге, ты выезжаешь, она взошла на кухню, взяла, что съела и все, я же не могу постоянно за ней уследить. Ну и она, да, да, а потом у нее принципы, все равно когда-то раз умирать. Ну и все, и вот тут я стала, и я стала отслеживать, и мои девочки, кто меня подменял, мои дочери, они тоже стали, мы стали за этим следить. И тут, конечно, он был в шоке, но я была в ударе, когда я все обезболивающее сняла, говорю, шесть таблеток, план же они получают от врача, он смотрит, приходит, ее состояние здоровья, смотрит и такой план выписывает. И по этому плану в медикаменте раскладывается у нас такую ячейку. И он был в понедельник, вторник, среда, четверг, тратник. И у меня ушли, и когда с компанией, которые приходят ухаживать, они говорят, мы ничего не поняли, а я говорю, девочки, все, таблетки нет, конфетки. На меня вот так смотрела, и полячка это, говорит, ты что, ненормальная? Как конфетка? Я говорю, конфетка. Да. Вот, поэтому надо немножко это, решешировать, пробовать, спрашивать. И меняйтесь, меняйтесь результатами. Это так клево. Когда ты понимаешь, ты сам один наработал, у кого-то другая болячка, у третьего десятая болячка. И когда встречи делаем, сейчас онлайн, конечно, как мы сейчас с вами общаемся, или мы тут на земле встречались, то есть мы постоянно с этого и начинали. 15-20 минут, у кого свежий результат. И потом уже по продукту, и уже потом о заработках. Вот.